Папа богатый, а алиментов не платит. Знакомая ситуация. Проблема невыплат алиментов уже стала традиционной, причем не только в Нижегородской области, но и в целом по стране. Более 26 тысяч нижегородских пап сегодня отказывают своим детям в алиментах. Мамы считают, что главная причина – это лень и отсутствие чувства долга перед собственным ребенком. Зачастую папы не помогают расти детей месяцами и годами, а на деле, утверждают, мама оказывается вполне состоятельными людьми с солидным доходом. Только в справке о зарплате сумма значительно скромнее. Могу, вше супруг уклоняется от выплаты алиментов, хотя проживает в достаточно элитном районе города Нижнего Новгорода, ездит на достаточно очень дорогой машине, при этом при всем на себе имущество на нем никакого не оформлено, официально он нигде не работает, и фактически взыскать с него нечего. У других горе отцов и причины другие, говорят судебные приставы. Начиная от ведения должниками социального образа жизни социально-экономическими проблемами регионов Российской Федерации. В числе причин может быть и не слишком активная работа судебных приставов, чтобы родитель заплатил долг ребенку. Такое предположение делает уполномоченный по правам ребенка Светлана Барабанова. Но основной проблемой она называет несовершенство законодательства. Отсутствие достаточного нормативного регламентирования вот этого самого межведомственного взаимодействия при исполнении указанных решений. Вот, как я уже сказала, нарушение этих имущественных прав детей свидетельствует о несоблюдении международного российского законодательства и не позволяет обеспечить условия для нормального развития детей. В итоге первое, что должны сделать мамы, оказавшиеся в такой непростой ситуации, не молчать, обратиться в суд или к уполномоченным по правам ребенка. Там обязательно помогут. Дальше не бояться и добиться выплат алиментов. Ведь закон для всех один. А значит все бывшие мужья должны платить ребенку 25% от своей заработной платы. Ведь бывших детей не бывает. К тому же судебные приставы могут не только арестовать имущество, не ради его отца или заставить его работать, но и завести на него уголовное дело.